Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК САХА, программа ПРОАВТО14. Мы поднимаем темы и обсуждаем вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения. В студии работает Антон Васильев. В течение следующих 25 минут вас ждет много полезной и интересной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах Республики за последнюю неделю? Осень уже стучится в двери и вместе с ним начинается школьный сезон. И тысячи ребятишек активно вовлекаются в дорожное движение в качестве пешеходов и пассажиров. Однозначно, дорога в школу должна быть безопасной. Нетрезвый водитель – это смертельная опасность. По их вине на дорогах гибнут сотни людей. Как бороться с такими потенциальными преступниками? Световозвращающие элементы. Значительно снижает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Повторение «Мать учения» правила дорожного движения в нашей студии проверит Ольга Калачикова-Яковлева. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах к Республике за последнюю неделю. На автомобильных дорогах к Республике с 15 по 21 августа зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека, а различные травмы получили 23 пострадавших. В Черопчинском районе в результате ДТП погибли два человека. Так, 16 августа в 20.35 в дежурную часть ГИБДД МВД России по Черопчинскому району поступило сообщение о том, что на 138-м километре федеральной автодороги Колыма произошло ДТП с пострадавшими. В ходе проверки информации предварительно установлено, что 22-летний молодой человек, управляя автомашиной Toyota Wish, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с проезжей части. В результате ДТП два человека, 51-летний мужчина и 23-летняя девушка от полученных травм, скончались на месте происшествия. Один пассажир с различными травмами был доставлен в местную больницу. Сам водитель при этом не пострадал. В момент автоаварии никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбирать скорость движения транспортных средств с учетом погодных и дорожных условий. Водители и пассажиры при этом должны быть обязательно пристегнуты. При движении на дальнем расстоянии водителям необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Запрещается управление транспортным средством в состоянии опьянения, в болезненном либо утомленном состоянии. В Якутске 19 августа около 15 часов дня в дежурную группу поступило сообщение о том, что на 4-м километре Сергеляского шоссе совершен наезд на пешеходы. Установлено, что 19 августа около 15 часов дня по улице Сергеляское шоссе 4-й километр города Якутска водитель, управляя транспортным средством марки «Газ» Газель, совершил наезд на 36-летнего пешехода, следовавшего по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшая бригада скорая помощь доставила женщину в больницу с диагнозом автотравма. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и бдительны. Заблаговременно снижайте скорость транспортного средства при приближении регулируемого и нерегулируемого перекрестка. Убедитесь, что все пешеходы перешли дорогу. Госавтоинспекция напоминает, что дорожно-транспортные происшества – это всегда стресс для его участников. Тем не менее, в такой ситуации водителю необходимо совладать с эмоциями и действовать согласно правилам дорожного движения. Это позволит исключить дополнительные неприятные последствия. Школьный сезон уже на носу, и наверняка многие учащиеся берутся за повторения школьной программы и заданий на лето. Тем не менее, нужно обязательно обратить внимание и вспомнить другие правила, которые являются жизненно важными. Это правила дорожного движения. В первые дни сентября необходимо обращать особое внимание на безопасность детей. Многие дети проводят все лето в районах. По возвращению в город порой подзабывают правила дорожного движения. В период с 15 августа по 15 сентября в республике походит второй этап профилактического мероприятия «Внимание, дети!», в рамках которого Госавтоинспекция в настоящее время проводит комплексную подготовку к новому учебному году. Так, сотрудниками дорожного надзора производится обследование уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений. Сотрудниками технического надзора осуществляется проверка школьных автобусов. Инспекторами ДПС на дороге проводится сейчас работа именно по безопасности несовершеннолетних, потому что август и сентябрь являются у нас одними из самыми аварийных месяцев именно касаемо детей. На территории Республики Саха-Якутия всеми подразделениями Госавтоинспекции проводится обследование уличной дорожной сети, в частности, вблизи общеобразовательных учреждений. Возле каждой школы должны быть обустроены технические средства организации дорожного движения. Общими словами, должны быть обустроены соответствующие дорожные знаки. Первые дорожные знаки – это 1,23 дети на желтом фоне, 3,24 – ограничение скорости 40 км в час. Если имеется пешеходный переход, то пешеходный переход должен быть обозначен контрастной разметкой, это бело-желтого цвета. Перед каждым образовательным учреждением, если имеется нерегулируемый пешеходный переход, то должны быть обустроены искусственные дорожные неровности, которые должны соответствовать знаками, 5,20 помечены искусственные дорожные неровности. Также некоторые школы у вас наблюдают, то, что у нас имеется компа-сигнала, светофоры Т-7, которые были построены в прошлом году, объект улицы Кашевого, также у нас в рамках программы БДД, то есть были обустроены соответствующие, это вот по улице Каландрашвили, наверное, заметили, в районе 15-й школы по улице Бестужево-Марлинского. То есть все нерегулируемые пешеходные переходы, влезообразовательных школ, именно нерегулируемые, должны быть обустроены искусственными дорожными неровностями и светофорами Т-7. Это обязательные требования. На школьных ярмарках, в парке, в местах протяжения детей проводятся различные акции и мероприятия с целью напоминания детям и их родителям о сохранении бдительности и соблюдении правил дорожного движения в первые и последующие учебные дни. Для детей проводятся различные конкурсы, конечно же, чтобы они вспомнили правила дорожного движения, элементарные правила дорожного движения. Поэтому в настоящее время в госавтоинспекции проводится огромная работа по подготовке к новому учебному году. Важно помнить, что безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Знание правил дорожного движения убережет от дорожно-транспортных происшествий. Ну а в настоящее время по всей республике сотрудники госавтоинспекции работают в усиленном режиме к началу нового учебного года. При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен видеть человека на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден с применением световозвращателя, увеличивается составляющим со 100 до 350 метров. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения. Цифры говорят сами за себя. Применение световозвращающих элементов могут уберечь ваше здоровье и вашу жизнь. Об этих важных элементах мы сегодня поговорим в студии с Валерием Атласовым, инспектором группы пропаганды, ГИБДД, Министерства внутренних дел России, Якутская, младшим лейтенантом полиции. Здравствуйте, Валерий. В начале беседы я привел как раз такие цифры, цифры, которые, безусловно, говорят о необходимости применения световозвращающих элементов. Хотелось бы узнать, обязательно ли ношение таких элементов для наших пешеходов и регламентировано ли это законом? Да, обязательно регламентирован по правилам дорожного движения, согласно 4.1 правилам дорожного движения. Пешеход в темное время суток или в условиях недостаточной видимости обязан иметь при себе световозвращающие элементы. Также это касается в ненаселенных пунктах. Какая ответственность при нарушении данного закона? То есть, да, бывает, что у нас некоторые законы рекомендуют, некоторые же строго-настрого запрещают или же обязывают? Согласно Кодексу об административных правонарушениях статьи 12.29, если у пешехода нету световозвращающих элементов, то он будет оштрафован на 500 рублей. Какие бывают как раз такие виды светоотражающих элементов? Бывают разные. Бывают так, жетоны бывают, также на молниях у детей, также наклейки, можно приклеить на одежде, также именно на одеждах бывает, то есть производители вот именно шьют на детских одеждах световозвращающий элемент. Вот как непосредственно сотрудник ГИБДД, какие виды вы бы посоветовали? Ну, то есть, непосредственно по цвету, по размеру, по площади их нанесения? Ну, по цвету я бы вот именно детям посоветовал бы яркие цвета, это у нас красный, зеленый, вот такие ядовитые, вот зеленый, как у нас сотрудник госавтоинспекции. Ну, и на рюкзаках повесить также брелки и на одежде вот наклейки. При этом ведь водители тоже обязаны иметь жилеты со светоотражающими элементами, верно? Да, верно. При, допустим, неисправности транспортного средства водитель при осуществлении ремонта на дороге, он обязан в темное время суток или в условиях недостаточной видимости надеть на себя жилет и производить также на улице ремонт. Ну, как известно, все наши школьники обязательно ходят с рюкзаками. Обязывает ли закон производитель этих самых рюкзаков, сумок наносить светоотражающий элемент на их продукцию? Ну, обязывает именно родителей о том, чтобы смотрели за детьми, чтобы имелись у них светоотражающие элементы. Отличают ли светоотражающие элементы для взрослых и детей? В чем их отличие? Для взрослых бывают, ну, размеры большие, а у детей именно вот на одеждах в школьных рюкзаках уже имеется вот светоотражающий элемент. Хорошо. Уважаемые родители, главным для детей в обучении правил дорожного движения является именно пример взрослых. Разговаривайте со своими детьми, проводите беседы о правилах дорожного движения, как правильно переходить перекрестка, также разговаривайте именно безопасный путь в школу с дома, соблюдайте правила дорожного движения, так как с каждым годом увеличивается рост дорожно-транспортных происшествий именно с участием детьми. Благодарим вас, Валерий, за то, что уделили время и стали гостем нашей студии. Желаем вам удачи в вашей нелегкой работе. Ну, а мы продолжаем. Спасибо. Алкоголь даже в небольших дозах влияет на скорость реакции, особенно в случае аварийной или нестандартной ситуации. Дорогие водители, помните, что алкоголь и вождение – это несовместимые вещи. За прошедшую неделю в республике инспекторами ДПС выявлено 105 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 6 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. За управление транспортным средством без водительского удостоверения выявлено 200 водителей. Если водитель, остановленный инспектором ГИБДД, окажется нетрезвым, то наказанием станет не только лишение права сесть за руль автомобиля на протяжении полутора лет, также обязательным условием станет выплата штрафа за езду в нетрезвом виде. В данный момент в республике действуют мероприятия нетрезвый водитель, внимание, дети и пристегни время. За первый раз предусматривается административная ответственность. В части 1 ст. 12.8 штраф составляет до 30 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. А у водителей, у которых никогда не было права управления, штраф составляет до 30 тысяч рублей и арест от 10 до 15 суток. За второй раз уже предусмотрена уголовная ответственность в ст. 264 Прим. 1. Это штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо обязательная работа от 480 часов либо лишение свободы до двух лет. За текущий год с участием водителей, управляющих транспортным средством, с признаками опьянения совершено 67 ДТП, при которых погибли 19 человек и 93 получили травмы. Руководство госавтоинспекции, руководство МВД республики очень обеспокоено. Основными причинами ДТП у нас являются несоблюдение требований правил дорожного движения пешеходами, также водителями в состоянии алкогольного опьянения, ну и ряд других нарушений, которые также влияют на безопасность дорожного движения, в частности, управление транспортным средством без права управления. Также в целях снижения аварийности республикой и госавтоинспекции предприняты меры по усилению личного состава перехода на усиленный вариант несения службы. Подготовлен приказ. В целях снижения также выходные дни нами проявляются дополнительные рейды, именно нацеленные на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения без права управления транспортными средствами. В республике госавтоинспекции перешла на усиленный вариант введения службы до конца сентября. Также призывает граждан не быть равнодушными. Если видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 127 или 02. Берегите свою жизнь и жизнь окружающих. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, где наши горожане отвечают на вопросы о правилах дорожного движения. По традиции наш тест состоит из 10 вопросов. А ответит на них Ольга Калачикова-Яковлева, руководитель регионального отделения в республике Саха-Якутия акционерного общества Сбербанк АСТ. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, как ваш настрой? Ну, волнуюсь, конечно. Несмотря на то, что у нас в школе автодела преподавали очень хорошо и на права я сдала с первой попытки. Тем не менее, это было давно, скажем, в 1983 году. Поэтому мне само интересно проверить свои знания. Очень интересно. Хорошо. Ну что ж, наш экспресс-тест в таком случае начинается. Ну и мы, собственно говоря, приступаем. Так, первый вопрос. Вам можно двигаться первый вариант налево и в обратном направлении, второй вариант только налево, третий вариант в любом направлении. При таком положении регулировщика я могу двигаться в любом направлении. Ваш ответ вариант номер 3. Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве, имеющем опознавательные знаки перевозка детей при посадке и высадке из него детей? Первый вариант. Ближний свет фар или противотуманные фары? Второй вариант. Габаритные огни? Нет. Третий вариант. Аварийная сигнализация? Да, вот. Аварийная сигнализация. Ответ 3. Хорошо. Ваш ответ номер 3. Следующий вопрос. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле с прицепом? Первый вариант 50 км в час. Второй вариант 70 км в час. Третий вариант 90 км в час. Четвертый вариант 110 км в час. Так, мы находимся на магистралке. На магистрале, ага. Так. С прицепом движение, скорее всего, не более 70 км. Просто меня немножко смущает то, что на легковом автомобиле. с прицепом. Ну, давайте выберем ответ 2. 70 км в час. Ваш вариант ответ номер 2. Хорошо. Следующий вопрос. Разрешается ли устанавливать на транспортном средстве ошипованные шины совместно с неошипованными? Первый вариант запрещается. Второй вариант разрешается только на разные оси. И третий вариант разрешается. Шины должны быть однотипные. Так, значит, первый ответ запрещается. Хорошо. Ваш ответ вариант номер 1. Кто из водителей занял правильное положение на полосе движения? Первый вариант оба. Второй вариант только водитель мотоцикла, занимающего правое положение на полосе движения. Третий вариант только водитель мопеда, занимающего левое положение на полосе движения. Четвертый вариант – никто из водителей. В данной ситуации на правой стороне находится мотоцикл. Следовательно, ответ 2 – только водитель мотоцикла, занимающего правое положение на полосе движения. Хорошо, ваш ответ засчитан. Вариант номер 2. Следующий вопрос. Поставить на стоянку указанным на табличке способом можно. Первый вариант. Все транспортные средства, кроме грузовых автомобилей, с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Второй вариант. Только легковые автомобили и мотоциклы. Третий вариант. Любые транспортные средства. Ну тут так, методом исключения, да? Первый не подходит, третий не подходит. Второй – легковые автомобили, ну и мотоциклы. Хорошо. Ваш вариант – ответ номер 2. Вам разрешено продолжить движение на перекрестке. Первый вариант – только прямо. Второй вариант – прямо и в обратном направлении. Третий вариант – прямо и налево. Четвертый вариант – в любом направлении. Так, у меня знак стоит движение прямо. Следовательно, я должна двигаться только прямо. Ответ А. Ой, один получается, да? Ваш ответ – вариант номер один. Только прямо. Следующий вопрос. Кому вы должны уступить дорогу при движении прямо? Первый вариант – легковому автомобилю и мотоциклу. Второе – только легковому автомобилю. Третье – никому. Так, я нахожусь на главной дороге. Так, у меня помеха справа. Следовательно, я пропускаю легковой автомобиль и двигаюсь. Так, это получается ответ два. Только легковой автомобиль. Хорошо, ваш ответ засчитан. Водитель автомобиля, выполняющий перестроение на правую полосу в данной ситуации. Первый вариант – не должен создавать помехи двигающемуся по правой полосе автомобилю. Второй вариант – имеет преимущество, так как на автомобиле включены указатели правого поворота. Третий вариант – имеет преимущество, поскольку завершает обгон. Так, водитель не должен создавать помехи двигающемуся по правой стороне автомобилю. То есть он, возможно, может ускориться и безопасно перестроиться. Но лучше всего, конечно, пропустить автомобиль, который движется вперед по своей полосе, и потом уже сделать маневр и перестроиться. Ваш ответ – вариант номер один. Не должен создавать помехи двигающимися по правой полосе автомобиля. Хорошо. И наш последний вопрос. Смотрим внимательно на знаки. Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? Первый вариант – B и V. Второй вариант – только A. Третий вариант – A и B. Четвертый вариант – все. Так, у нас A – это запрещает разворот, B – это налево тупик, V – движение налево и движение направо автобусов. Так, ни один из этих знаков не запрещает движение налево. Что не запрещено, то разрешено. Все могут совершить поворот налево. Ваш ответ – вариант номер четыре. Все. Передаем слово нашему эксперту Наталье Ленских. Здравствуйте. Ольга Ивановна ответила на 10 вопросов. И первый вопрос был. Вам можно двигаться, и вы дали абсолютно верный ответ в любом направлении. Следующий вопрос. Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном средстве, имеющем опознавательные знаки перевозка детей, при посадке и высадке из него детей? И абсолютно верный ответ – это аварийная сигнализация. С какой максимальной скоростью вы можете, имеете право продолжить движение на легковом автомобиле с прицепом? А у нас автомагистраль. На автомагистрале с прицепом на легковом автомобиле можно двигаться со скоростью 90 км в час. Это был неверный ответ. Разрешается ли устанавливать на транспортном средстве шипованные шины совместно с неошипованными? Абсолютно верно. Запрещается. Кто из водителей занял правильное положение на полосе движения? Здесь вы тоже дали верный ответ – водитель мотоцикла, занимающий левое положение. Мопеды должны двигаться справа к краю проезжей части. Поставить на стоянку, указанную на табличке способом, можно. И вы дали абсолютно верный ответ – это легковые автомобили и мотоцикл. Вам разрешено продолжить движение на перекрестке? Вы правильно сказали – знак стоит только прямо, значит только прямо. Кому вы должны уступить дорогу при движении прямо? Абсолютно верно рассуждали. Вы находитесь на главной дороге, у вас помеха справа. Верный ответ – только легковому автомобилю. Водитель автомобиля, выполняющий перестроение на правую полосу в данной ситуации, действительно не должен создавать помех двигающемуся по правой полосе автомобилю. Это был правильный ответ. Какие из указанных знаков разрешают выполнить поворот налево? И абсолютно верный ответ – все знаки разрешают поворот налево. Ольга Ивановна, вы допустили одну ошибку. Я думаю, для вашего стажа это очень хороший результат. И даже не верится, что вы не повторяли ПТД. Рекомендую нашим автомобилистам повторять правила дорожного движения. Помните о том, что в первую очередь это безопасность. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, будьте длительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До скорых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА